Не активируй, да? Ну, я тогда просто расскажу, чтобы он не активировался. Потому что я подумал, что там аппаратура у меня за спиной что-то испортилась, и там какие-то звуки начали такие... Ну, что-то, я начал поворачиваюсь, думаю, вроде бы всё нормально. Смотрю, а брат там, ну, просто... Ну, я верю, что во святом духе, да? Такой смех, как пошёл, и просто, ну, такая атмосфера пришла, слава. Не, я думаю, что можно и активировать. Ну, это уже под вашу ответственность. То есть он уже вас будет сопровождать спецэффектами такими. Поэтому давайте поприветствуем пастор Сергея и Олеся Шевченко. Да, аллилуйя. Спасибо, друзья. Бог... Бог дал нам, кормил. Я верю, что Болгария для нас это кормил. Мы здесь, наверное, раза три или четыре уже. Три. Я чувствую, как... Я чувствую, как Бог с нами здесь разговаривает, как Бог с нами здесь. Усещаем, как Господь говорит с нас тут, в Болгарии. Оу. Да, да, да. И... Я понимаю, что мы только начали сюда ездить. И разбирам, че само започвам и да идем мы тут. Эта страна... Страна запала к нам в сердце. Тази страна не попадна в душата, в сердце. У нас были как-то-то пророчества. Някога смеем или пророчества. О том, что Господь... О том, что Господь даст нам народность, в которую будем говорить. За то, что Господь и надея народ, в което, что можем договорим. Но я не думал, что это произойдет так быстро. Обаче не мислях, че толкова скоро, что с случи. Хотим рассказать немножко о нас. Искаме, да расскажем малку за нас, кои сме они. Есть такой город в Днепропетровской области. Име один град в Днепропетровской области. Город Никополь. Град Никопол. Довольно небольшой городок. Немного гулям у градчей. Сколько, Леш, там население у нас? 80 тысяч. 80 тысяч человек. Человека некогда. У нас есть церковь там. Исим, иметь церковь там. Пять гектаров. Пять гектаров. Земли. Там был реабилитационный центр. Был когда-то. И мы были реабилитационный центр. И очень много, около 20 лет, там были, там проводилось служение нарко-алко-зависимым. И некоторые 20 годы не провождахме служение за нарко-алко-зависимым. Сейчас Бог больше переводит нас в то, что мы занимаемся детьми и начинаем заниматься. И сейчас повече вече започвам это заниматься с детства. Наш старший пастырь и очень много людей из нашей церкви. По-старшие они пастыри, много хора от нашата церква. Они берут детей и усыновляют. Те усыновяват деца, взимат ги под своя опека. Дома семейного типа. Недавно наши друзья, они взяли семерых детей. У них троих своих. И на скорые дни, приятели, седем деца. И у нас постоянный наплыв детей. И постоянно имаме нови деца. У нас церковь примерно по количеству, вот такая, как у вас. Церковь не нечто, като брой хора. По количеству людей. В этом году мы провели лагерь. И тази ягудина провели ухме лагерь. 130 детей было у нас. 130 детей, 7 дней, 24 на 7. 50 служителей к нам съехалось. И так каждый год. Я не скажу, что у нас есть ресурс какой-то большой. У нас, ну, у вас это 5 звезд. У нас старый пионерский лагерь. Мы пытаемся что делать. Нам его дал город. Город платит за нас налоги. А мы работаем. И несмотря на то, что нет условий. И вопреки чинямо условия. Ну, каждый год к нам приводят детей. Всяка гудина не водит деца. В этом году было 50% неверующих детей. И тази гудина им хмэ 50% неверующих деца. Ну, вот так мы занимаемся. Сейчас скажу. У нас обычно по 3-4 таких лагеря в год было. И убыкновену имам и 3-4 лагеря на гудина. Пришла пандемия. И, конечно, это все затихло. В прошлом году, в разгар пандемии. В миналото година, когда даже нигде в школах нельзя, нигде было, нельзя было собираться. У нас такой очень интересный старший пастырь. Нимам и интересный старший пастырь. Очень духовный человек. Който и многодуховен человек. И она утром приходит к нам и говорит. И тази утрен дойде и каза. Я чувствую есть проход. Усещаем, чей има проход. Я думаю, что нам надо провести лагерь на следующей неделе. Такой лагерь мы обычно готовим с зимы, программу пишем. Необыкновенную половину гудина готовим так в лагерь. И мы такие, ну хорошо. И не каза им им добре. Это было летом. Я не знаю, мы молились о том, что власти нас покрыли, скрыли. Но есть с властями очень хорошие отношения. И из-за того, что мы начали заниматься детьми, заниматься наркозависимыми. Все меры, которые были, они знали о том, что там проходят реабилитация, проходят детские служения. У пастыря есть диск одного из наших выпускников, нашего центра. И пастыр има диск найденут наш, завершили наш центр. Который вышел и который сейчас просто ездит, служит. Я тоже выходец из нашего реабилитационного центра. Я слышу, что излялся в наш реабилитационный центр. Я слышу, что некого. Я тоже когда-то был в очень неправильной, в неправильной жизни, как бы так сказать. И я тоже приехал на реабилитацию, отреабилитировался. И я слышу, что дойдох за реабилитацией и все реабилитировались. Слава на Богу. Господь поднял, сдал жену. У нас двое детей. Господь, мы издигна и не дали деца, и мы мы две деца. Двое детей, да? Прости, может быть, я еще так сильно не ориентируюсь. Хотя это уже второй болгарский перевод. Пастыр Иван еще в Старой Загоре как-то довелось там быть. В общем, у нас двое детей. Они сейчас по бабушкам и дедушкам. И мы поехали сюда. И не дойдохме тук. Поэтому вот такая вот у нас жизнь. Что хочу... Таков живот имаме вече. Что хотелось бы сказать? Какво бих искал да кажа? Перед словом, которое хочется с вами поделиться. Я хочу сказать по поводу конференции. Искам да кажа за конференцией это перво. И по поводу жертвенности. И жертвенността. Написано, купи у меня золото, да? Пиши, что золото то мне и купило. И вы знаете, ну, есть цена определенная. И си има определенная цена. Бог нас благословил спасением. Но есть цена за помазание. И си има определенная цена. И я смотрю, как все начало... Мы настолько начали считать. Мы настолько перестали быть такими, знаете, духовными героями. Я сиждам, че спряхме да будем духовными героями. Ради славы Божьей. Ради славы на Господа. Знаете, как вот те храбрые люди, которые ради Давида. Пошли и воды ему принесли. Утишли и ему донесли вода. И мы собирались на эту конференцию. Нам так невыгодно. Это просто нам надо было... Нам надо было с нашего города. Требоваше от нашего град. Отвести нашего младшего сына. Да закармит по-младший сын. В Киев. К моей сестре. Потом приехать. Отвести нашу старшую дочь к бабушке в деревню. В другую сторону. Отложить все наши дела. Мы купили дом. И мы делаем ремонт. Мы должны были переехать весной. Но постоянно есть какая-то конференция. И мы вот-вот-вот-вот уже переедем. Вот мы уже переедем. Вот мы конференцию проведем и переедем. Конференция, если это ваше соприместие. Но мы делаем какие-то вещи. Но всегда на первом месте стоит... Стоит Божье дело. И нам надо научиться платить цен. Русик, можно я за тебя скажу? Можете, докажем вместе. Есть Руслан, брат наш. И мы когда посчитали, у него не хватало немножко денег на дорогу. И он выложил свои инструменты на продажу. Он сказал, я продам свои инструменты. Он работает сварочными работами, занимается. Он сказал, я продам свои инструменты. Мы все говорим, Русь, это ну ты что? И он уже выложил свои инструменты. И его благословили деньгами. Иисус чудесный. Это мне напоминает 90-е годы. А я не был в этом еще. Но у меня была мама и у меня была сестра, которые были верующими. И они порой у них был билет в один конец. Что мы будем есть на конференции? Мы будем поститься. Но современная церковь настолько расслабилась в откровение том, что Бог папочка. За то, что мы перестали это делать. И за то, ако искате да сте запалени за Господь. Приносите жертвы. Читайте Писание. И там видят, как весь Израил. И там пише, как целый Израил. Сходился в Иерусалим. Ути его в Иерусалим. Для поклонения. За поклонения. Они брали лучше. И те взима на и доброту. Отдавали Богу лучше. И все Писание этим пропитано. Если вы хотите, чтобы ваше имя было записано где-то высоко в Божьей истории. Как имена той бабушки, которая бросила последние деньги свои. Или как та женщина, которая разбила драгоценные сосуды. Который стоил бешеные деньги. И мы разбирали это все. Друзья, на это будет приходить Бог. Я не говорю о безумии, когда впереди бы, знаете. Не говорю о безумии, некаквей крайности. Но это все продолжает работать. И судя по тому, что мы находимся в этом зале, здесь была положена цена. И она продолжается ложиться. Это жертва. Объявлено. Поэтому продолжайте бороться за свое помазание. Продолжайте ездить. Если вы слышите, что Бог зовет вас ехать куда-то. О том, что там есть Божий огонь. Расставляйте правильно приоритеты. Это будет сильно. И потом к тебе приходят люди. И говорят, ну тебе так повезло как-то в жизни. Вот я смотрю на тебя, что у тебя получается, и Бог тебя поднимает. А ты понимаешь, что ты... Ну, я получил работу в Кривом Роге. Только-только. Мы только купили квартиру. Только начали отлаживать деньги. А Леся беременна вторым ребенком. Через неделю рожать. Бог нам говорит, переезжайте в Никополь. И Господь не сказал, вместяйте се в Никополь. Врач Олесин говорит, ты сумасшедшая. Ты родишь прямо в этом поезде. Но мы переехали с трехкомнатной квартиры в маленькую квартиру, в маленькой апартаменте. Где не было кухни. И моя дочка говорила, почему мы спим в кухне на полу. Но это была жертва определенная. Слава Богу, Бог нам дал дом. И слава Богу, у нас все хорошо. Господь не дадит дом. Мы идем. Но есть цена определенная. И это не я выдумал. И это не жадные проповедники выдумали. И не некакви проповедницы. Об этом пропитано Писание. Поэтому я благословляю, чтобы вы боролись за вот это вот помазание. Чтобы вы... Если вы пляшете для Бога, пляшите для Бога так, чтобы просто отдать все. Если вы молитесь, молитесь так, чтобы отдать все. Если вы что-то делаете, делайте все как для Господа. И на это будет приходить слава Божия. На это будут приходить чудеса, которых мы так ждем. Никаких других путей не может. Мы не можем воспроизводить это все как-то нашими желаниями. Не можем договорить воспроизвеждения через свои желания. Или каким-то тараториним, знаете, вот мантрами. Да. Поэтому вот хотел вот это сказать, друзья. Хотел вас ободрить в этом, о том, чтобы вы... О том, чтобы вы бодрствовали в этом. Я думаю, что это ключ к пробуждению болгарскому. И твоя ключа к болгарскому пробуждению. О том, что церкви проявят свое рвение по отношению к Богу. По жажду проявят. Церкви проявят свою жажду к Господу. Блаженный кто? Блаженный жаждущий, да? Хорошо. Аминь. Аминь. Мой муж все сказал. Я, прежде чем он будет проповедовать, я просто хочу поприветствовать вас. Для нас это честь. Из-за нас твоя честь. Мы вообще не ожидали, что мы попадем, но у меня была тайная мечта попасть в Варна. Да, я знаю людей, я знаю это место заочно. Я познаю твое место заочно. И поэтому для меня это чудо очередное. Из-за этого замен твое чудо. Когда ты сеешь в одном месте, куда ты сеешь на одном мясе, а женишь в другом. И женишь в другом. И я испытываю, я испытываю ощущение, что Бог соединяет людей, своих людей. Потому как если мы уберем границы наших стран, и посмотрим на этот покров земли, и поглянем покров на нашу землю, а наша Родина на небеса, то для Бога, за Господь, мы все один народ. И сегодня его цель объединить жаждущие сердца и создать свою армию. Потому как сегодня мир это испытания, те, которые не знают прошлые народы. Простите. Не знают прошлые народы. Возможно, эти испытания сегодня, когда нас не убивают сегодня, но просто дают нам все, чтобы не прийти ко Христу. За да не дойдем при Христос. У нас есть успех. Имаме успех. У нас есть образование. У нас есть связи. Имаме си връзки. Просто хорошее жилье. Добро жилище. И сегодня любому человеку ты не зарекламируешь Исуса. Не можешь да му рекламируешь Исуса. У него нет нужды в Нем. Той няма нужда от Неба. Он сам себе, в принципе, все устроил. Сам себе Исус. Той сам себе Исус. И сегодня, мне кажется, еще сложнее время стать рекламным агентом Исуса Христа. Вот нам сегодня с вами нужно рекламировать Исуса нашего. И сказать, что Ему он нужен. И да кажем, че хората се нуждают от Него. И нам не помогут знания. Только личное отношение с Ним. Жертвенность. Наша жертвенность. О которой говорил Сергей. Жажда. Жажда. По Богу. За Господь. Объединение вместе в одном. Объединение всички заедно в одно. И это то, что я испытываю, когда мы приехали сюда. Богу нужны взаимоскрепляющие связи. Господь нуждает взаимоскрепляющие связи. Меня интересуют эти связи. А я интересую эти связи. Потому как я заинтересована на сделать то, что Бог хочет сделать на этой земле. И като съм заинтересована в това, което Господь иска да направи на тази земля. И Ему все равно, сколько дать денег тебе и в какую точку мира отослать. И на Господь не му пук, како пари трябва да ти даде и в коя държава да те испрати. Поэтому я почитаю это место. И за това аз почитам това място. И я верю, что между нами есть любов Христа. И верю, что между нас има любовта на Иисус Христос. И мы видим друг друга первый раз. И ние се виждаме за пръв път. Но мы уже знаем друг друга. Нам ничего не нужно друг друга рассказать. И не трябва да си разказваме нищо. У нас есть общая цель. У нас есть общая страна. И мы вместе общая держава. И мы вместе там будем. И этого достаточно. Чтобы сегодня иметь общие цели и делать. И все проповеди. Это для того, чтобы нас всех вдохновить идти дальше. Когда я буду знать, что просто моя сестра или брат устали взбираться в эту гору. И ты просто вдохновляешь. Пойдем, пойдем. Нам надо еще дойти. Хайде, хайде. Трябва да вървим напред. Все. Мы не сможем научить. Мы не станем умнее еще. Не, не надо станем умнее. Лучше наоборот. В другу сторону. По-добре и обратно. Упростить себя. Трябва да се упростим. Поэтому спасибо вам. И за това ви благодарим. Я даю слово мужу. Да, вам думата намажи си. Благодарна быть здесь. Сем благодарна. Да, сэмпук. Спасибо. Я забыл еще хочу сказать. Мы ехали сюда по... Забрави да кажа, че не идвахме тук. По серпантинам. По серпантинам. И молились. И молихме. За вашу церковь. За ваша церковь. И ко мне пришла картина. От Бога я хочу ей поделиться. Искам да споделя. Я увидел множество людей. Я понял, шо это церковь ваша. Аз видях много хора. И разбрах, че това е ваша церковь. Която издига. Упавший крест. Подымает его. Издига го. Подымает. Это какой-то крест. Я увидел его на вершине горы. И този крест го увидях на верху, на една планина. Который там был когда-то. Лежал когда-то. Но он упал. И как будто вы все знаете. Кто-то с веревками помогает. Это большое что-то. Кто-то там помогает. Вы подымаете этот крест. И я понял, что это то, к чему ваша церковь призывает Распорта. Аз разбрах, че това е нечто, кое-то призывава Господ ваша церковь. Подымать ценности Божьи в Болгария. Вы знаете, не сделать Болгарию еще лучше. Не да направи Болгария по-добра. Като туристический град. Или не сделать всех людей добрее. Или не да направят хората по-добри. Вы знаете, что сейчас одна из самых больших проблем в церкви. То, что церковь больше направлена заниматься социальными проектами. Знаете. Павел говорил. Или Петр. Я не помню. Простите. Заботься. Только не забывайте заботиться о нищих. Петр говорил на Иерусалимском соборе. Да не забывайте сегрижи за бедницей. Только не забывайте заботиться о нищих. Не забывайте сегрижи за тях. Они не сказали. Не сделайте это. Оба чениса казали направить его. Смыслом вашей жизни. Смыслом на живот оси. Бог не хочет, чтобы мы занимались спасением котят. Господь, не искать занимаемся спасением на котки. Спасением природы. я не говорю о том, что мы должны наплевать на это. Я уверен, что христиане должны принимать в этом участие. Потому что Бог создавал все это, и мы сегодня об этом будем говорить. Но самое главное, что Иисус сказал, идите и научите все народы. Сделайте их нашими учениками. Моими учениками. И вы знаете, это видение, оно меня очень сильно вдохновило. Я понял, если Бог уже его дал, я понял, что вы работаете над этим. Бог поставил вас здесь. И 100% варно ключевой город. Знаете, все курортные города, они ключевые, потому что тут движение, тут туристы, тут то, то. И что Бог хочет, чтобы над Болгарией снова выше всех на самой высокой горе, но это аллегорически, был этот крест, который все видят. И там да има този крест, който всички да могут да видят. Чтобы люди снова пришли к Богу. А кто пришел уже к Богу, тот снова поставил его на первое место. Отново да го поставил на первое место. Потому что лежащий крест, он как бы символизирует, что Бог есть. Знаете, то есть символизирует, что Господь го има, но он лежит, истинные ему лежат. И мы знаем много стран. И не знаем много державей. И Украина точно такая. И существует такая Украина. По статистике одной из организаций, евангелийских, в Украине покаялось уже около 350 тысяч человек. В Украине покаяли около 350 миллионов. При населении страны в 40-50 миллионов человек. Понимаете? То есть, где они все? То есть, Украина покаялась 5 раз уже вся. Украина 5 пыти сей покаяла. Понимаете, о чем я говорю? Но ты не видишь этого всего. Ты не видишь плода от этого. Потому что такое количество христиан, настоящих жаждущих, истинских, жадуващих христиан, уже давно Украина бы поднялась, бы оторвалась от земли с корнями со всеми своими. И как Енох, просто бы была забрана гости. Господом. Понимаете, при такой святости. Поэтому, поэтому, я не знаю, двигайтесь в том, чтобы восстановить здесь ценности. Зато вас и движете вовтвад до восстановления ценности на Иисуса Христа. Не просто социально, потому что, как не смотришь, что не церковь, то социальная какая-то программа. Потому что, когда ты погледнешь на все, на всякъде има социални программы в церкви, давайте заниматься бабушками. Бабушками заниматься, это хорошо. С бабички, с бабички, добре да се занимаваме. Дедушками. С дедове. Нарко-алко-зависими. С нарко-ялко-зависими. Детьми. С деца. Все, всем этим надо заниматься. Всичко това трябва да се занимаваме. Но если мы не будем заниматься о том, чтобы нация была со Христом. Да бъде с Христос. Ходила со Христом. И да ходи с Христос. Не просто верила в Него. Не само да вярва в Господ. То все четно. Значит, всичко е напразно. Поэтому я ободряю вас. И за това поднимайте этот крест. Пробуждам да издигайте този крест. Да го поставите. Пускай эти истины снова будут в Болгарии. Отново да се в Болгария. Аминь. Хорошо. И хотел поделиться с вами словом. Все сотворил Господь. Хотел бы поговорить тема. Пастор подошел и спросил какая у тебя тема. Пастором я питал какова е темата. Оставлены только не церковью, а оставлены в церкви Бог. Оставлен Бог в церкви. Интересно, да, такое? Интересно, нали? Давайте прочитаем. Нека прочитаем. Давайте прочитаем первую главу. Сегодня будет слово. Ура! И днешне имаме слово. Нека прочитаем първата глава. Будем читать слово. Ще читаем слово. Потому что если приезжает проповедник и он говорит только видение и не читает Библию, и не читает Библию, сразу задумайтесь о нем. Хотя мы любим видение, мы любим покланяться, но мы также любим мы любим также и слово. И я не знаю, какой у вас перевод, у меня вот этот РСТ плюс, ну какой-то один из один из новых переводов. И там, знаете, между строками есть как бы между строками как бы есть название то, о чем говорим. Несколько стихов. Итак, первая глава. Начало творения. Начало то натворение. Первый, второй стих. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною. И тьма над бездною. И Дух Божий носился над водой. То есть Бог творит землю. Я хочу, чтобы мы сегодня ну, как бы представляете себе о том, что Бог сотворил землю. Я не думаю, что Бог творил землю так. Да будет земля. Ну, у нас так написано. Будет земля. Ну, я думаю, что Бог там ядро. Камни. Все эти вещи. Это Господь все делал, да? Он сотворил. То есть он великий. То есть той велик. Великий кто он? Как эта профессия называется? Не знаю, как сказать. Вот геолог, да? Геолог великий. Или геолог. Он все знает. Минералы. Он все это продумал. Той познал о сичку твам. Минералы. И сичку гуи изместил. Если он это творил. Что он той гуи сотворил? Если я творю горшон, кувшин, я беру глину. Аз имам глина. Я знаю, сколько я туда воды добавил. Я знаю, как я... Ну, какой состав в этом предмете. Я знаю, какви са составките. Поэтому Господь творил, вначале сотворил Бог небо и землю. И това Господь първо сотворява небето и земята. То есть, всички тези слои, азонови. То есть, всички тези слоеве от азон. И всички тези неща. Не знаю, но просто у нас време не хватит. Аз не ги познавам термините. В общем, Бог сотворил. Бог ги сотворява. День, первый свет. Бог занялся светом. И в първия день Господь се занимава с светлината. И если мы возьмем эту церковь, то... Ако вземем тази церковь, например... Представьте, что Бог выгнал стены и занялся электрика. Господь изгони всички. Если ты у него спросишь, где распределительные коробки, то он тебе скажет обязательно. Господь маха всички стени, если занимался электричеством, например. Электрик, да, скажет? Электрик, например. Ну, электрик, скажет. Ты занимался, да? Я не знаю. Ну, если... Я, допустим, продавал квартиру, и мне... Я тогда был молодой и неопытный. Первая наша квартира. Первая неопытная. И я там сам делал электрику. И сам создавал электрику. Ну, я там наделал электрику, знаешь. И направил электрику. Как удобно мне было тянуть провода, так я и делал. Как-то мне больше удобно раскарывать кабели, так как и направить. Это я потом понял, что... И после разбрах... Ну, от розетки должно быть вверх ровно. Чей вот контакт отрявлено на горе, на кисе издигать. Чтобы кто-то, кто захочет вот сюда гвоздь забить, он не забил в крово. Ну, а я делал... Ну, а я делал, знаете, вот так, вниз, ну, как у меня удобно было. Дешево по проводам. Меня никто не учил. И парень, который купил у меня квартиру... У нас уже произошла сделка. Вече направихме сделката. Он говорит, ты зайдешь ко мне. И той казва, ти ще долиш при мен в стариями апартамент. Я говорю, а что так? Он говорит, да хоть расскажи, что ты там начудил. И той ми казва, ми расскажи ми, какво си направил там с электрикой. Что я, говорит, сейчас буду делать там ремонт, забью гвоздь, и у меня просто все закоротит. То есть Бог потрясающе все создал. Он принимал участие во всем. То есть Господь невероятно и создал всичку. Мы же верим в это, да? Взял участие во всичку. О том, что Бог творец и создатель всего. И не верим в то, что Господь творец и создатель на всичку. И это буквально. И твое буквально. Потому что мы думаем, знаете, Бог так махнул палочкой волшебной. За что-то не измислим, что Господь такая седна прыльчатся и размахал. Появилась какая-то там земля. О, хорошая. Сама там произошла, знаете, как вот эта теория большого взрыва. Баба, все взорвалось. Все как захотелось, все так и выросло. Но ты едешь. И думаешь, как это все создало. Люди до сих пор этого все не могут знать. Как оно все работает. И если вы будете углубляться. В эти моменты, то есть куча верующих, которые целые фильмы выпускают. Има много верующих, которые туда же правят фильмы. О том, что количество там озона или чего-то там кислорода в воздухе. Там все это. Настолько там все точно. Мне как-то Олеся это показывала. Олеся мне показывала, видишь. Настолько все точно, что если туда чуть-чуть больше того или того чуть-чуть больше, мы, к сожалению, уже не могли существовать. Знаете про градус земли, да? Градус земли там. Если бы чуть-чуть там, буквально там все, то просто было бы совершенно все по-другому. То есть Бог это все рассчитывал. Буквально все рассчитывал. День первый свет. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Я думаю, что, ну, просто Господь сократил все это. Но вы же понимаете, что это было все продумано, как Он будет светить. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, и день один был. День второй написано у меня. Вода и твердь. Бог приступил к воде. Ну, вы понимаете, мы сейчас пойдем дальше. Второй день вода. Долго не развозить это все. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. И отделяет она воду от воды. То есть Он острова все, вот эти вещи сделал, то есть отделил. То есть измислил все-таки острови и геоделил. Потому что, ну, как бы на паромах до сюда добираться очень, как бы, не хотелось. Классно, когда есть дороги между городами, морями, очень удобнее. Потому что мы не хотим ехать на пароме. Как бы, и Господь все это предусмотрел. И создал Бог твердь, отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, и день второй. День третий – вода, суша, растительный мир. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша. И стало так. И назвал Бог сушу, землею, а собрание – вод над морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастить земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу его, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, и породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, и день третий. То есть, когда Бог творил растительность. Друзья, когда вы смотрите на вот тот прекрасный виноград. Вы поймите, Бог не нанимал работников. Придумайте там что-нибудь, виноград какой-то. То есть, Бог это создал. Бог это все создал. Он знает и дает жизнь каждому растению. Он знает каждое растение. Он знает каждую нашу клеточку. Каждый наш орган. Он все творил. Он творец, написано. Он творец. Потому что мы иногда думаем, что кто-то там за Бога там это все сделал. Мы понякога си мислим, что някой го направил вместо Господ. И Господь после идва и казал. Нормально. Я там не знаю, что не разбираюсь в этом. Как кто-то, знаете, кто-то вам что-то продает прибор какой-то. Понякога някой не продава нещо. И ты спрашиваешь у него, что там внутри. Да я не знаю. Работает хорошо. Хорошо работает. Хорошая машина. Добре работите. Добра екулата. В общем, я вас не утомил еще. Интересно, к чему же мы придем, да? Как связано. Как все связано. Я сам был удивлен сегодня. В общем, Бог был хорошим. Он продумал все. Занимался зеленью целый день Божий. А у Бога день как тысяча лет. Да? И вечность словно минута. То есть, возможно, Бог посвятил этому очень большое время. И может быть, Господь и посвятил много времени на Туа. День четвертый. Появление солнца, луны, звезд. То есть, Бог это все продумает. И сказал Бог, да будет светило на Тверде Небесной для отделения дня и ночи. И для знамений и времен, дней и годов. И да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на Землю. И так стало. И создал Бог два светила великие. Светило большое для управления днем. И светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил Бог. То есть, Бог занимался планетами в это время. Тоже все там продумал. Бог занимался планетами. Поэтому не думайте, что он там тоже не был. Он все знает каждую планету, до которой еще Хаббл не добивает. Кто и познал всякая планета. Хаббл это телескоп. Вы знаете, да? Кто знает. И поставил Бог на Тверде Небесной, чтобы осветить Землю. И управлять днем и ночью. И отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер. И было утро. И день четвертый. День пятый. Животный мир. Опа. Господь начал творить. Целый день тоже этому посвятил. Животинские святы. Не одну минуту. Сам великий Бог целый день посвятил. Вы представляете, сколько Бог за день может сделать дел? И Господь посвятил целый день на Тува представители, сколько у них там может направить произведение. Он целый день посвятил для того, чтобы создать животный мир. И сказал Бог, да произведет вода, присмыкающаяся душу живую. И птицы, да полетят над землей по Тверде Небесной. И отправил, и сотворил Бог рыб. Сам Бог сотворил рыб. Больших и всякую душу животных, присмыкающихся. Которых произвела вода, породу их. И всякую птицу, пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь. И наполняйте воды, моря и птицы. Да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. То есть Бог не просто производит животный мир. То есть Господь не самопроизвежит животный мир. Бог уже пошел работать, как, я не знаю, доктор или кто-то, как ученый. То есть Он изобретает размножение. То есть о том, как все будет наполняться. Бог посвящал этому время. Просто я хочу, чтобы мы поняли, моя цель сегодня, чтобы мы погрузились в то, что Бог абсолютно создавал все. Я потом объясню, что я хочу сказать. После чего объясню. День шестой. Размножение тварей. Шесть дней. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов, гадов, зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. И увидел Бог, что это хорошо. То есть Бог конкретно очень хорошо разбирается в размножении. Разбирает какое размножение? Как животных, так и людей, друзья. Познал много добрее. Помните, как Иаков, по-моему, да? С овцами, помните, как происходило? Как то и Яков. Иаков, да? Иаков, помните, да? То есть откуда он получил мудрость? То есть получил мудрость от Господа. Бог, мне нужны стада. Ты сказал, Господи, требует мне стада. Ну, у кого же еще спросить? Кого допитом. У кого еще спросить? Кой друг допитом. Ну, правда? И Бог ему показал картину просто шикарную. Вот не надо было никуда ходить. Не требовало ходить никуда. Никакой лекции. И Яков получил свое благословение. И Яков получал свое благословение. Сотворение человека и первый завет с ним. И сказал Бог, сотворим человека по нашему образу и подобию. Мне нравится, что написано, и сотворил Бог человека. И сказал Бог, сотворим человека по нашему образу и подобию. Что Бог не сам там был. Понимаете, да, с кем он был? Мне это нравится. По нашему подобию и образу. Знаете, в церкви столько ерестей сейчас заходит. В церкви има много лъжа днес. Потому что люди долгое время начинают проводить без собрания. Без собрания проводить очень много времени. Започват да провеждат много времени без собрания. Они уходят в отшельничество. Стават като отшелници. И остаются сами с Библией. И остават насаме с Библията. И нету взаимоскрепляющих связей. И няма тези връзки. И за това после чулаш. Последняя вещь, с которой мы столкнулись, это наш знакомый. Который начал нас заявлять. Что вы говорите? У Бога нет ни рук, ни ног. Я говорю, а как же написано, что он нас сотворил по своему образу и подобию. А как же рука Господня да не сократится? И как же то, что он держит в своей деснице 7 звезд. Что он вообще вселенную в руке своей держит. Перст твой, да? Перст палец, то есть у него есть. Вы понимаете? Друзья, не находитесь сами в глобальных откровениях. Не требуется намерить его в глобальном откровении. Очень много в церковь это приходит. Просто брат очень много. Это в Болгарии будут показывать. Я думаю, меня не увидят. Брат очень много ездит на машине, на грузовой. То есть брат много путовался с... По три месяца, по четыре по Европе. И потихоньку, потихоньку, потихоньку. Как привезет какое-то откровение? Я говорю, слушай, тебе надо в церковь ходить. Я говорю, я вам указываю, треба до дольщины церкви. То Бога нет, то о триединстве, то еще о чем-нибудь. И поэтому, друзья, не отлепляйтесь от своего собрания. Не треба да се отлепите от своего собрания. Потому что в собрании есть живое общение. В собрании есть братья и сестры, когда тебе вовремя могут сказать. Слушай, друг, мне кажется, что это не так. Поэтому очень важно. И за твое многое важное твое лирическое отступление. Сейчас секунду. Я не утомил вас. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными. И над скотой, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу Божьему. Сотворил его. Мужчину, женщину сотворил их. То есть, друзья, Бог сотворил вас. Конкретно творил вас. Не просто там плюнул, а отвернулся, и вы там сотворились. То есть, это все было продумано. Посмотрите на свои органы. Просто немножко в анатомию залезть, и вы увидите, как все сотворено. Это просто. Это просто мы недавно работали на работе. И мы занимались, опять же, электрикой. Господь, опять меня подвернул. И старые бетонные стены. И не старые бетонные стены. Болгарка. Болгарка. Я говорю, слушайте, нету такого слова, говорю, нигде. Мы вчера только об этом говорили. Шлифовочная машина. Шлифовочная машина. Может, кто-то не знает, что у нас шлифовочная машина называется Болгарка. У нас, оказывается, Болгарка. И мы думали, вчера ехали, размышляли. Может быть, думаем, в 90-х как-то ее называли. С Болгарии, может, привезли. Мы так и не поняли. А потом я говорю, у нас, в принципе, в стране она тоже в магазинах. Она называется просто шлифовочная машина. Я не знаю, откуда это взялось. Странное название. В общем, и мы делали в стенах отверстия такие специальные, штробы называются. И когда бетон летит, когда работает эта машина, пыль попадает и весь просто в ней. А он когда попадает в нос, я говорю, Боже мой, насколько Бог сотворил. Как Господь измислил. Тази вода, которую имаме, започла просто да умиват всичко, да издркат всичко. Слезы начинают промывать глаза. Слезите започла да измиват учите. Насколько добре Господь измислил. Насколько долго телефону, ну, при всех технологиях, если ты наведешь его на дальнюю точку и быстро переведешь на резку, надо перестроиться, да? Насколько ему надо вот этого, знаете, в этот момент? И насколько мы едем, да? И едет Леша и контролирует дорогу, и насколько ему надо вдать, смотри. И ты понимаешь, что ты резко в маленькое зеркало начинаешь смотреть боковое. И как быстро работает компьютер. То есть мы сотворены, как говорится, чудно мы сотворены. И это явно не какой-то взрыв нас творил. Явно не какая-то природа, потому что, ну, там все математически, все физически. Все, но это машина, многие говорят, что, да, врачи-то, многие говорят, что это химическая машина, что мы физиологическая, еще какая-то, там химические процессы происходят, там все эти эндорфины, вчера кто там об этом рассказывал? Да, про эндорфины, про то, как это все выбрасывается, про то, и это просто чудесно. И врачи до сих пор в человека заглядывают и думают, ого, вот это ребус со всеми своими технологиями, со всеми своими умами, со всеми этими, и явно, что нас творил Господь. Явно, что нас творил Господь. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я даю вам всякую траву, сеющую семя. То есть, Бог аграрий великий. Друзья, вы же понимаете. Он, как никто лучше, знает про эту всю селекцию или какие там еще вот эти всякие слова. Всякое, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный сеющий семя, вам сие будет в пище. То есть, он объяснил, как надо кушать. То есть, он объяснял, как треба на сей день. Как это все будет происходить. Как сичку сейчас случилось. То есть, Бог все подготовил, зарядил, как говорится. Я подгоцил сичку. Зарядил холодильник. Зарядил и холодильника. Он позаботился о том, чтобы тепло, холодно было. Погалижился и затувал теплое, и светлое, и светлое, и светлое, и светлое. Газ, ну там и все такое. В раю, вы знаете, текла река расходилась на четыре других реки, да? И очень хорошее откровение. Немного хубого откровения. О том, кто думает, что Бог призывает нас очень скупо жить. Задувачий Господь не призывал роживание, суббедность. Я иногда думаю, не много ли четыре реки для двух человек? Поняку, в смысле не сали много четвери реки за... Не много ли живот, а? Для двух. За адама. Для адама и евы. За адама и ева. Поэтому пускай вас, как бы, если вы хотите купить что-то, и вы с Богом двигаетесь, если вы хотите купить дом просторный, пускай вас не смущает то, что, ну, может, мне это слишком много. Понятно, если это глупо, если вы влазите в кредиты, ну, как бы, то, понятно, надо задуматься. Но если вы, если Бог ведет, если Бог благословляет вас, то почему и нет? Я иногда думаю, зачем нам столько земли? У нас сейчас там в церкви, у нас меняется с реабилитацией видение на простейшую. Меняется видение от реабилитации на детей. И, зачастую, земля простаивает, и ты думаешь, немного это ли для нас, но для тридцати человек. Но Бог как раз пределся. Поэтому пускай вас не пугает, если Бог вам дает что-то большое. И за това не се плашете, ако Господь видава нечто голямо. Не, не, не. Это не для меня. Это не за меня. Ну, в раю было очень много всего для двух человек. То есть, понимаете, да, Божий замысел? Понимаете, насколько Бог любит людей? Насколько Господь убичал хората? Насколько изначально до грехопадения, как Бог на нас смотрел? И вот, в самом начале, как Господь и гледал на нас. Заглядывайте иногда в первые главы бытия. А к упогледням первые главы на бытие. Для того, чтобы узнать истинное отношение Бога к человеку. Понимаете? Вот туда. Там все закончилось. Там всичко свершило. Но Бог нас искупил для того, чтобы мы возвращались туда. Он хочет восстановить. Он хочет восстановить туда нас. Восстанови и да не върне там. Вот там были те отношения, которым нас назад возвращает Иисус Христос. Поэтому, если вы хотите узнать, как Бог относится и вообще Его первоначально отношение и сегодняшние отношения к людям, и ако искате да разберете, как Господь первоначално се относил и как се относил днес к хората, потому что Иисус нас избавил не только от закона. Защото Господь не избавил не само от закона. Иисус нас назад от греха туда. То есть, Той не маха от греха. Иисус назад берет нас и забрасывает туда. Той не хвърля назад там. До того момента, как Адам и Ева согрешили. Друзья, и там вообще, и там ты думаешь, вот это Бог зарядил нас. И там семи шли шли. Сад огромный для двух человек. Книг, что я направил Господа за нас. Четыре реки. Огромная городина. Четыре реки. В одной из рек. Помните, что там было? И было золото. Имаше злато. Хорошее. Хубово злато. Думаешь, зачем им там золото было, да? И ты сочуришь, за что имя золото там и золото. Но Бог иногда думаешь, зачем Бог это делает для этого человека? Зачем Бог его благословил этим? За что Господь его благословил с тобой? А зачем я иногда своей жене покупаю драгоценности? И за что понякога покупывал несколько ценностей за жена сей? Можно же было просто мешок картошки купить. Можешь да и купя картофель просто. Полезно. Полезно. Вот так и Бог. Так и Господь. Друзья, пускай никто не украдет вас образ Бога и образ его отношения к вам. Некой никой не может да откраднет този образ на Господь. Заглядывайте в бытие, потому что обычно это неинтересное. Глядывайте в бытие, за что-то обикновенно твой немногу интересная книга. Сотворил. Сотворение. Первый день, второй день. Некой пророчествами. Хорошо, сейчас уже заканчиваем. Приключим вечером. А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, я даю зелень травяную в пищу. И стало так. И увидел Бог, что все хорошо, что Он... И увидел Бог все, что Он создал. И вот, хорошо весьма, и был вечер, и утро, и день шестой. Я также прочитаю сейчас со второй главы про субботний день. Я думаю, что мы его тоже зацепили. Ищите прочитать за субботний день. Субботний, написано у меня, субботний покой Господа, прообраз покоя верующих в совершенном деле спасения. И пишите, что субботний день, это прообраз на почивный день при... В совершенном деле спасения. На покое, на верующие, в совершенном деле на спасение. Так совершены небо, и земля, и воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех своих дел, которые дел. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо Он почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Что еще тут хочу сказать из последнего? О том, что Бог немножечко разбирается в чем? В отдыхе. Господь разбирал добрее, какво е воздух. Разбирал много добрее, какво е почивка. Потому что, к чему моя вообще все это, к чему я вам все это говорил? За что вы говорите эти неща из общих? К чему тема оставлены в церкви Бог? За что и тази тема оставлен Бог в церкви? Закрыты в церкви. Закрыты в церкви-то. Бог уже был в коробке. Бог вече бил во в однокуте. Вы понимаете, как Он смирился? Разбирайте ли, как се смирял? Чтобы жить в ящике. Задоживей его в един куфор. Друзья, это все правда. Это истина. Я не вру, так говорит Слово Божие. Правда? Так оказывай Божие это Слово. Пастырь вашему может это подтвердить. И ваш пастыр может подтвердить. Если вы никогда не читали про то, что жил Господь в коробке, ради людей, ради нас, пастырь вам может преподать эту тему, я думаю. И сегодня мы снова пытаемся Бога закрыть в церкви, закрыть в коробке. И Господь говорит, я уже был там. Не надо мне храм строить, который Давид построил. Я выбрал жить и обитать в сердцах людей. Бог там выбрал жить с нами. Не только здесь. К чему я говорю? Что произошло в церкви? Что мы оставили Богу? Какво сме оставили на Господ? Мы решили потихоньку, потихоньку, потихоньку в своем хождении с Богом. Ни сме решили в нашу ходение с Господ. Мы решили, что Бог занимается только духовными вещами. Что Господь се заема само с духовните неща. И когда мы выходим за порог нашей церкви. И когда мы выходим за порог нашей церкви. Верующие забывают. Верующие забывают. Что Бог делал абсолютно все, чем ты можешь сегодня заниматься. Что Господь был в строительстве. И что Он самый лучший строитель. Что Бог занимался построением неба и земли. Что Бог как никто больше другой разбирается в рыбах. Он разбирается в ландшафтном дизайне. Он разбирается в медицине. Мы просто это все узнали, выучили. И подумали и как бы Бог начал отходить. И Господь се отделя на заден план. И у нас создался такой прообраз Бога, как будто Бог. И мы оставим с един прообраз на Бог. Духовный консультант. Като Бог, духовен консультант. Узкого профиля. Който е с един таков узок профил. Что к Богу только по духовным вещам. И че к Господь может да се обръщаме само с духовни неща. Что Его только интересует, чтобы Ему пришли поклонили. Че се интересует само да отсидим да се поклоним. Попели Ему. Да испеем песни. Оставили тут денег. Да оставим парички. И такое впечатление, как будто мы, знаете, оставили свои служения. И все равно оставим служение, то провеждам служение. И таки идем. И вървим. Это слава Богу, у вас в церкви тоже есть кухня, как и у нас. Добре, че имате и кухня тук. А у многих нету. Цените это. Цените это. Это пахнет семьей. Это пахнет общиной. Это пахнет первоапостольской церкви. Если вы, да, едой. Это значит, что вы едите вместе, если у вас там есть кухня. У нас всегда есть суп. И винаги имаме супа. У нас всегда есть суп 24 часа в сутки. Винаги имаме супа. Ну, не только суп и все остальное. И мы такие уходим с церкви. Попоклонялись. Господь. Там печенье. Там има бисквитки. Там молоко. Там има мляко. Там яичница. Там има яичница научи. Что если направишь нечто. Мы пошли. Не уйти вами. В этот мир. В то же свят. Работать. Да работаем. Зарабатывать. Да печелем пари. Не знаю, получать мудрость. Да получаем мудрость. И мы выходим и идем. И не излизываем и уйти вон.